МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире подготовительные встречи экспертного механизма ООН по правам коренных народов в присутствии представителя делегации Республики Западная Армения Арменака Абрамяна. В подготовительной встрече экспертного механизма ООН по правам коренных народов в присутствии представителей делегаций Республики Западной Армении Литии Маркосиан. Баку вновь заявляет, для установления мира конституция Восточной Армении должна быть изменена. Защитник прав человека опубликовал заявление в отношении Баку. Делегация Палаты представителей Нидерландов посетила Тицернакабет, Арцах, монастырь Сумпануменапперкич, Погосагомере. Посол Я присутствовал на концерте камерной музыки в исполнении арцахских музыкантов с молнии. В течение недели в ООН в Женеве пройдет 17-я сессия экспертного механизма по правам коренных народов. В понедельник перед пленарной сессией фракция коренных народов была организована подготовительная встреча для непосредственной работы с членами экспертного механизма. На встрече присутствовала делегация Западной Армении. Председатель Национального совета Армейнак Абрамян выступил по вопросу исследования о милитаризации оккупированной Западной Армении и Арцаха, которую он провел в 2022 году. Абрамян представил, в каком контексте будет принимать участие в пленарных заседаниях после геноцида в отношении армян Арцаха, произошедшего в конце сентября 2023 года, почти через два месяца после осуждения блокады Арцаха со стороны Азербайджана в рамках ООН. Во время встречи перед 17-й сессией экспертного механизма по коренным народам, в который участвуют представители коренных народов, чтобы поднять вопрос об изгнании после незаконной оккупации Западной Армении в соответствии с международным правом президент Республики Западной Армении Лития Маркусян выступила с речью. Госпожа Маркусян говорила о срочной необходимости преобразовать Декларацион о правах коренных народов в конвенцию, то есть в обязательный к исполнению документ, и как можно активнее принимать участие в международных организациях, в частности во Всемирной организации интеллектуальной собственности, где обсуждаются вопросы интеллектуальной собственности коренных народов. Что касается вопроса о повышении юридических прав коренных народов, госпожа Маркусяна отметила, армянский народ Западной Армении уже получил полные юридические права, поскольку более ста лет назад было признано коренное армянское государство и с тех пор говорят о применении этого закона. Министр иностранных дел Баку заявил, конституция Восточной Армении по-прежнему содержит территориальные претензии к Баку и для установления мира этот фактор необходимо устранить. При этом Байрамов подчеркнул, что количество открытых вопросов, связанных с мирным договором, существенно сократилось. Напомним, ранее Баку заявлял, что с самого начала обсуждения проекта мирного соглашения призвал армянскую сторону положить конец посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Баку, которая присутствует в Конституции, различных законах и решениях. В частности, Баку считает проблематичной, упомянутой в Конституции Декларацию о независимости, где упоминается объединение Армении и Арцаха. Армянская сторона неоднократно заявляла, изменение основного закона является внутренним делом Восточной Армении. Следовательно, Баку не может, связывая его с подписанием мирного договора, выдвигать данное требование. В качестве члена Восточной Армении в Европейском комитете Совета Европы по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания защитник прав человека Анаит Манасян приняла участие в пленарной сессии комитета, сообщив, что также опубликовали публичное заявление относительно Баку, отметив в качестве причины столь эксклюзивного решения явный отказ властей Баку сотрудничать с комитетом. Делегация постоянной комиссии по внешним связям Палаты представителей Королевства Нидерланды в сопровождении депутата парламентской фракции Гражданский договор Марии Карапетян и чрезвычайного и полномочного посла Восточной Армении Меделандов Виктора Биагова 8 июля посетила мемориальный комплекс Цицернакаберт. Члены делегации возложили венок к мемориалу, увековечивающую память жертв, совершенного против армян геноцида. Возложили цветы к вечному огню почти в память святых мучеников. В музее-институте геноцида гости ознакомились с документами и материалами, свидетельствующими о совершенном против армян геноциде. Арцах монастырь Сурб Аминаперкич Погоса Гомере. Монастырь расположен в Матакерском районе Арцаха, недалеко от села Погоса Гомер. Церковь построена на краю мыса, недалеко от ручья протекающего возле Кустарникового ущелья. Дата в надписи не указана. Церковь, вероятно, была построена в начале XIII века, поскольку упоминается, что церковь была построена во время правления сына Хасана Вахтанга, князя Неркин Хачена, и последний умер в 1214 году. Церковь представляет собой крестообразное сооружение с центральным куполом как снаружи, так и внутри. Из крестовин только главный алтарь полукруглый, остальные прямоугольные. Построен из необработанных и грубых известковых камней небольшого и среднего размера. Верхняя часть купола церкви не сохранилась. Рядом церкви находится старое кладбище, а также и новое кладбище деревни. На старом кладбище сохранились фрагменты Хачкара XII-XIII веков. Во время Арцахских войн церковь не пострадала, несмотря на то, что находилась в полуразрушенном состоянии и нуждалась в ремонте. После войны в сентябре 2023 года и насильственного переселения армян Арцаха церковь находится под контролем Баку. Чрезвычайный полномочный посол Франции, восточной Армении Ольвие Дикотини присутствовал на концерте камерной музыки в исполнении музыкантов из Арцаха. Об этом отмечено в микроблоге Х-Посла Франции и о исполнении присутствовал на концерте камерной музыки в исполнении музыкантов из Арцаха. Для этих женщин и мужчин, воссоединившихся спустя 10 месяцев после насильственного переселения, этот концерт является победой над изгнанием, несправедливостью и забвением. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!